Добро пожаловать в урок по поведенческим фактам. Итак, не так давно поисковые системы у нас при ранжировании, да, учитывали только внешний и внутренний фактор. Разумеется, постепенно на это стало довольно-таки легко оптимизатором влиять, и поэтому поисковики начали учитывать поведение пользователя на сайте, это поведение пользователя в результате поисковой выдачи, чтобы выдавать более релевантную выдачу. Хочу здесь сделать поправку. У нас на сегодняшний момент поведенческие факторы действительно выходят, если не на лидирующие позиции, но настолько же важны, как внутренний и внешний фактор, то есть, соответственно, как ссылки и там оптимизация контента. Но, однако, в интернете за последнее время очень много развелось слухов, что, в принципе, ссылки не работают, текст оптимизировать не надо, надо только вот заниматься там поведенческими факторами и прочее. Нет, работает все совместно, то есть идет корреляция факторов. Вот и все, поэтому надо внимание обращать как на текст, так и на ссылки, так и на поведенческие факторы. Ну, во-первых, да, на что можно разделить поведенческие факторы? Первое, это поведение пользователя на сайте. Туда входят параметры такие, как сколько страниц пользователи просматривают за одно посещение, как среднее время пребывания, то есть на странице, среднее время пребывания на сайте пользователя. Показатели отказов, то есть это то, когда пользователь открыл, соответственно, сайт и закрыл его тут же там в течение какого-то времени, то есть ничего не нашел. Разумеется, все это надо улучшать, просмотреть все это можно с помощью систем веб-аналитики установить себе, то есть либо Яндекс.Метрику, либо Google Analytics, чтобы за данными показателями нам следить. Ну, я уже начал рассказ про сами факторы, но надо было для начала рассказать, откуда берутся данные, то есть откуда тот же Яндекс берет какие-то данные. Во-первых, это Яндекс.Бар, который установлен во многих современных браузерах. Соответственно, он может передавать какую-то информацию Яндексу. Система веб-аналитике Яндекс.Метрика. Соответственно, когда она установлена на вашем сайте, Яндекс про него знает все. И сторонний из системы, к примеру, он может обращаться к тому же Лив-интернету, где там открытая статистика, а может и есть какая-то договоренность, никто об этом не знает. То есть вот из этих трех источников Яндекс может получить довольно-таки полную информацию по вашему сайту. Поэтому сайт надо свой улучшать, текста на нем надо писать для пользователей и только для них. Никаких SEO-копирайтеров вообще забудьте эти слова. То есть оптимизировать надо, но не в ущерб читабельности своего текста, то есть его продающности и так далее и тому подобное. У вас на сайте должна быть хорошая навигация, чтобы пользователь понимал, где он находится, куда ему можно пойти дальше и так далее и тому подобное. Также, чтобы пользователь проводил побольше времени на вашей странице, соответственно, можно добавить на нее какой-то видеоконтент, какой-то опрос устроить, на который ему будет интересно ответить. Разумеется, работает это не для всех тематик одинакового. То есть здесь надо голову прикладывать, да, если человек хочет купить кондиционер, зачем ему опрос какой-то. Вы его, наоборот, только отвлекете. По возможности убирать максимум сторонние рекламы на своих сайтах, чтобы пользователя ничего не отвлекало. И также очень внимательно относиться к оформлению текста на вашей странице. Как я уже говорил, должен быть там заголовок, чтобы пользователю дали понять, куда он попал под заголовки. Тек должен быть разбит на абзацы. То есть там абзацы по 4-5 строк, они должны быть читабельными, небольшими, чтобы все это было приятно читать. И использование под заголовков, потому что очень многие люди, просматривая тот или иной документ, то есть вашу страничку, его полностью не читают, большинство таких людей, а они сканируют его вот так, как бы по диагонали. Соответственно, под заголовками их можно чем-то зацепить. Грубо говоря, череда ваших под заголовков в вашем тексте должна давать общую картину, о чем этот документ. И, что немаловажно, как можно меньше запросов. Идеальная формула продвижения, то есть какой-то страницы по какому-то запросу, это одна страница, один запрос. Вот, тогда вы будете удовлетворять пользователю практически всегда. Ну и, соответственно, все зависит от тех запросов, от которых вы продвигаетесь. Правильно ли вы их подобрали и так далее и тому подобное. Грубо факторов следующие. Это поведение пользователя в результатах поисковой выдачи. Здесь я выделяю только два основных фактора. Это CTR выдачи, то есть это отношение того, сколько раз ваш сайт по тому или иному запросу показался и сколько раз на него кликнули. То есть, соответственно, если он показался тысячу раз, а на него никто не кликнул, это может служить поводом для того, чтобы его понизить. Значит, он нерелевантен. Вот, и это возврат к поисковой выдаче после посещения сайта. То есть, это то, когда пользователь не удовлетворен. Смотрите, как это происходит. Человек заходит, набрал какой-то запрос, те же кондиционеры в Яндексе, открывает сайт, просматривает его, закрывает и возвращается обратно к поисковой выдаче. То есть, уже смотрит какие-то другие сайты. Вот это вот очень плохой показатель. Если он у вас пойдет сильно в минус, то можно ждать, что сайт просядет, потому что пользователь, грубо говоря, остался неудовлетворен. А другое дело, совсем другое дело, то есть, когда у нас идет разговор о показателях отказа. Они, показатели отказа, то есть, это открыл-закрыл, пользователь открывает и закрывает страницу. Они могут быть технически, то есть, показателем отказа, но на самом деле это не так. То есть, не для всех тематик. Тематика зависимая все-таки, это показатели. К примеру, возьмите запрос «телефон такси». К примеру, «телефон такси Домодедов». Соответственно, пользователь открывает какой-то тот или иной сайт, находит нужную ему информацию и закрывает этот сайт. То есть, это показатель отказа. Но он не пошел дальше на выдачу. Он нашел телефон и он пошел дальше звонить. То есть, он не вернулся. Поэтому это не будет считаться каким-то показателем отказа, и уж тем более показателем отказа с возвратом на поисковую выдачу. И третья группа поэдических факторов – это состав трафика. Очень сложно на сегодняшний момент представить сайт, который бы имел посещаемость только с одной поисковой системы. Либо там только с поисковых систем, но не имел бы посещений там прямых. То есть, когда пользователь вводит в его сайт.ру и переходит на сайт. Не имел бы посещений там из соцсетей, если он популярен и так далее и тому подобное. Поэтому, чем разнообразнее ваш состав трафика, тем лучше. Разумеется, на состав трафика также можно повлиять. Можно организовать какие-то рекламные кампании в соцсетях в тех же. Соответственно, это если у вас фирма, вся печатная продукция должна выходить из фирмы с адресом сайта, чтобы был прямой трафик и так далее и тому подобное. Повлиять на поведение пользователей в серпе непосредственно в результатах поисковой выдачи. Также можно это составить хороший тайтл, хороший цепляющий тайтл. И это сделать правильный сникет. Как все это делается, я сейчас рассказывать базовом курсе не буду. Это все есть продвинутым. Если интересно, вы все это всегда посмотрите. Поэтому, подводя итог к этому кратенькому нашему уроку по поведенческих факторам, помните одно. Всегда устанавливайте на свой сайт систему веб-аналитики. Я рекомендую Google Analytics. И просматривайте основные показатели, чтобы они у вас не шли вниз. А если уж пошли, тогда что-то меняйте на своем сайте.